Так, время кормить птиц. Поехали. Птички, колюшки, колченки. Эх, что-то маловато их. Я думаю, может быть прилетят. Ой, руку себе немножко на лодке повредила. Не могу сильно дергать плечо. Ох, вчера звонит Жанна. Звонит мне и говорит, ну как ты себя чувствуешь после четырех часов прогулки на лодке, на каяке? Я говорю, да чувствую себя прекрасно, только плечо что-то не работает. Она говорит, Света вообще. Ноги руками передвигает. Бедная Света. С непривычки. Ну ничего, она говорит, ну Свет, ну что, когда в следующий раз? Она говорит, да хоть сейчас. Вот такие мы все смелые. Хорошо. Врагу не сдается она с гордой варяг. Чайки, вы что такие ленивые? А ну-ка давайте поднимайтесь. Я хочу вас в люте снять. Посмотри, сидят. А ну, взлетели. Эх вы. Чукча, не чайки. Вот так, вот так вот, если я буду так не попитать. Красотки мои. Красотки мои, лентяйки мои. В море столько рыбы, а вы едите этот мертвый хлеб. Ну и как, и как вас понимать? Если бы я была чайка, я бы сейчас только рыбу ела. Свежую, из океана. Что я, собственно, и делаю, только я ею не из океана, а из магазина. Куда она попадает? Опять же, из океана. Я очень надеюсь. Ветер уносит. Ветер сильный. Итак, я накупалась. Набралась храбрости, накупалась. И ветер уносит. Ладно, летите туда. Я против солнца не могу снимать. Зонтик улетел. Это окей. I'll take it. I'll get it. Don't worry. Be happy. Эй, чайки. Итак. Лентяйки вы. Такие жирненькие. Конечно, люди приходят, кормят вас. Сейчас же в море уголовно летать. Оп. Ладно, пошла забирать свой зонтик. Если я туда смогу залезть, если меня там никто не укусит. Ага. Да, зонтик, придется тебе там остаться. Я туда не полезу. Нет, не полезу. Может быть, кто угодно. Ну, а чего ты чирикаешь? Идем хлебушка дам. Пошли. Холодно. Накупалась, нанырялась. Не холодно, но так, прохладно. Не жарко все. Пойду полежу чуть-чуть. Итак. Чайки, давайте. Оп. Давайте, давайте, давайте. Оп. Как вкусно. Хлебушек беленький, свежий. Скорее. Скорее. Айч. Айч. Оп. Давайте, два кусочка осталось. Девочки. Айч. не маленькие, боятся подлетать ко мне близко, я вас не буду близко. Сейчас я оттуда сниму. Так, ай! Ну и ладно, не хотите вы тут хлеб есть, который поближе, я тогда уйду, не буду вас пугать. Вон впереди вижу большой теплоход. Ой, как хорошо, господи. В этом я еще раскрепляюсь. Расчески нет, причесаться. Ладно, пойдем. Смотрим, что за видео выйдет с одним утопленным фотоаппаратом. Вот так вот иногда трудности даже идут на пользу. Я их утопила, фотоаппарат и телефоны. А они, пожалуйста, работают лучше, чем прежде. Иногда нужны, конечно, такие экстремальные ситуации и человеку тоже. Ай, какая красотища. Ай, какая красотища. У меня в телефоне я закачала с маркета. Хороший телефон такой. Я никак не на любуюсь, не наиграюсь им. Это называется Samsung Galaxy. Ой, вообще супер. Маленький компьютер в руках. И телевидение там все, и радио там все. И я каждый вечер закачиваю всякие разные интересные программки. Смотрю, если что не нравится, тут же удаляю их. Я закачала программку вот шум волн. Там много-много разных шумов. Шум воды, шум дождя, как вакуают лягушки, как кричат чайки на море. Все это можно совместить вместе в одну как бы музыку сделать. Но я слушаю обычно шум волн перед сном. Так сладко засыпается, хорошо. А потом просто наушники они сами по себе выскакивают, и я себе сплю. Все хочу сделать. Все хочу снять вот этот телефон, как он работает. Потому что я дочке купила, такое отправила. Не знаю, использует ли она его по полной программе там в Украине. Потому что здесь, конечно, это сказка. Это просто супер. Ну и в довершение ко всему. К Билгласу приехал его сын с женой. А он очень хорошо разбирается в компьютерах. Вообще он работает с компьютерами. Где-то даже на какие-то там государственные космические программы работал. Ну неважно. Точно не знаю, где он работал. Никогда не спрашивала. И как-то особо мне это не надо. А я ему говорю, что-то у меня компьютер слабо работает. Что-то он тормозит. Он говорит, так он у тебя уже старый, надо менять. Ну кто-то знает, конечно. Показывает ему, тихо-тихо, не надо говорить. Не-не, говорит отец. Я говорю, извини, но компьютер старый. А он говорит, ну ладно. Дал разрешение, поехали, купили новый. Тоже купили Samsung. Сколько-то там, 6400 или 640. Что-то там то ли мегабайт, то ли я не знаю. 640 было написано. Там есть 500, есть 250. Я не знаю, что это такое. Купили, вот он сказал, что это самый мощный, маленький, легенький, красивенький. И клавиши такие, что клавиши как бы не такие, как клавиши вот на старом, на всех компьютерах раньше были, что внутрь можно было там спичку просунуть. Нет. Клавиши такие, что туда между ними уже ничего никогда не просуешь. Хороший такой лаптовчик, замечательный. И такой, только легкое-легкое прикосновение, уже все работает. Я привыкла по-своему стучать. Пальцами бум-бум-бум. Так вот, я хотела сделать маленькое видео по моему телефону, показать функции этого телефона. Конечно, обалдеть. Конечно, совершенно невероятно что-то сейчас творится с техникой. Это уму непостижимо. Так вот, даже инкредит давить невозможно было лет 20 назад, что вообще я буду держать телефон, смотреть любое телевидение, выходить, ну то, что в интернет выходить уже не было. Ладно. Настолько много функций, настолько много игр в этом телефоне всего. И вот я хочу сделать, не знаю, хватит ли мне время, на это надо время, сесть и сделать видео. Так что, если получится, то получится. Собственно, я буду его делать для дочки, но кому интересно, конечно. Пусть посмотрим. Я знаю, что такие телефоны уже есть у нас в Украине. Конечно, дороже, чем... Здесь так, этот телефон, допустим, стоит 650, по-моему. А если я подписана AT&T компания, то я покупаю его за 200. Сейчас они уже по 150. Ну вот, конечно же. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Все. До свидания. До новых встреч.